С 25 июля в Сочи работает группа инспекторов по труду. Совместно с сотрудниками администрации, полиции, налоговой службы они выявляют факты неформальной занятости на предприятиях города. С начала недели 10 ревизионных групп выявили 75 человек, которые получают зарплату в конвертах. Их работодатели и вызвали в администрацию. Леонид Тиграновне принадлежит столовая на Адлерской набережной. Там трудятся 6 неоформленных сотрудников. Более того, сама она занимается незаконной предпринимательской деятельностью, так как является физлицом, а это уже уголовная ответственность. Почему я должна кому-то помогать? А кто вас просит помощь? Мы по понятиям тут не живем, а по законам Российской Федерации живем. Вам говорят, вы не оформили 6 человек, которые были выявлены. Они должны быть оформлены. Закон есть закон. И мы будем разговаривать исключительно с точки зрения закон. Поэтому это их дело выбирать. Либо беззаконие, а это значит, что будут наказаны. Это значит, что буквально через неделю мы службу судебных признав пригласим. И буквально каждого из них, кто не оплатил, будут в предудительном порядке заставлять оплачивать. Дальше есть прокуратура. От горя работодателей звучало много оправданий. Хозяин за границей. Свою гостиницу я обслуживаю один. Несмотря на то, что это самая гостиница в пять этажей с бассейном и кафе. Самое распространенное оправдание – семейный бизнес. Но закон обязывает оформлять трудовые соглашения с каждым, отмечают инспекторы, будь то супруга или сын. В связи с выявленными нарушениями было привлечено у нас 90 должностных и юридических лиц к административной ответственности на общую сумму 2 миллиона 574 тысячи рублей штрафов. Для сравнения хочу вам сказать, что у нас за 4 месяца текущего года в целом госинспекция труда в Краснодарском крае, то есть все действующие инспекторы, вынесли и наложили административных штрафов по выявленным нелегальным отношениям по всему краю на 2 миллиона 533 тысячи. То есть за три дня работы в городе Сочи инспекторы сделали, группа, небольшая группа инспекторов сделала больше, чем вся инспекция за 4 месяца. То есть, как бы, понятны масштабы, наверное, работы. Такая массированная борьба с неофициальными зарплатами в Сочи связана с защитой интересов граждан, которые в будущем станут пенсионерами. Чтобы не остаться за чертой бедности с минимальной пенсией, необходимо уже сейчас выводить трудовые ресурсы курорта из тени неформальной занятости. Глава города Сочи отметил, борьба с неформальной занятостью в Сочи на этом не заканчивается. Краевые инспекторы на курорте задержатся. Цель – оформить трудовые договоры с 75 тысячами жителей Сочи, которые работают, но пока не видны экономики курорта.